Значит, тема вебинара «То такое-то ваш ДВОПС?» Меня зовут Арсенников Игорь. Я, с некоторой иронией, называю себя инфраструктурной уборщицей в компании GFN-AM. Общий опыт в IT у меня около 7 лет. То есть я работаю с года 2017-го, работаю как сисадмин, потом уже перешел в ДВОПС. Из этих сисадмин, вообще из всех этих аэтишных годов, я два года преподаю в Отусе. На различных ДВОПС-курсах. Жил уже пятью дистрибутивами Linux в сумме. Разные периоды у меня там было Pansius, Ubuntu и так далее, Fedora. И, в принципе, я могу про себя сказать, что если ДВОПС-форт, то я люблю пробовать что-то новое. То есть я такой вот живой энтузиаст. Ну и преподаю, вот здесь указано на двух курсах, как на слайдах. То есть преподаю в основном курсе ДВОПС-фортические инструменты. Это у нас такой достаточно продвинутый уже курс для тех, у кого уже есть опыт, который хочет просто прокачать свои скиллы. И есть специализация ДВОПС, которую мы как будто даем с нуля специалистов. По правилам. Значит, активно чатимся, вопросы в чате. И вопросы задаем в чат, как раз это в платформу Lab Digital. Если что, я все вижу в чате, то просто отвечаю не сразу, обычно в конце слайдов. Но вообще я за активность, вы знаете, я за любой движ. Маршрут такой. Поговорим, ну, мы сейчас познакомимся еще. Поговорим по ОТОС. Чем и к теме вебинара. Собственно, чем ОТОС не является, пойдем от противного. Выясним, что это так даст является. Я поделюсь своим личным опытом немного. Также какой-то будет бонус у нас. О курсе, конечно же, расскажу нашим замечательным, которые я готовил так долго. И оценим, как у нас все прошло. Собираю обратную связь. Расскажите, кстати, о себе. Как вас зовут? Откуда вы? Какой у вас опыт? И почему вы решили записаться на занятия? Мне вот самому лично интересно. Может, вы уже какой-то сеньор помидор. Просто интересуетесь темой Допса. И не всегда это понимали. Или что-то еще. Спасибо. Смена специализации написал сам Саша. Хороший вариант, кстати говоря. Потому что я вот, например... Ну, это вот... У меня, кстати, был когда-то момент, когда я хотел пойти... У меня была какая-то такая странная идея. Пойти в тестировщики на Котлин. То есть, сделать такой дауншифтинг. Но в итоге как-то расхотелось. И я вот остался Девопсом. Чем на самом деле и доволен. Ну, из налоговой специализатора... Всю годами стажен. Очень хочу в Девопс. Угу. Ну, как раз расскажу. Так. Много проектов. Провторение помогает находить свои ошибки. Ага. Ну, кстати, да. Я вот буду рассказывать о концептуальной части Девопса. И как она может помочь вам, даже людям с каким-то опытом, даже, может быть, с опытом Девопса, на самом деле. Она может понять какие-то... Разъяснить для самих себя нюансы в плане каких-то идей. Там не просто какой-то абстрактной трансформации бизнеса. Диджитал трансформации там какой-нибудь. А про то... И даже не про Хаскиллы. Мы поговорим про совсем другое. В общем, мы рад всеми вами познакомиться. Сам Саша, Максим, Даниил и Дармичев АВ. Итак, про Отус. Мы онлайн-школы, которая специализируется на обучении в IT. У нас подвинутые компании, программы для специалистов с опытов, быстрый запуск курсов по новым технологиям. То есть у нас все постоянно... Курсы у нас постоянно обновляются. Специалистам мы предлагаем всякие шкарьерные возможности. То есть заполнительные какие-то там рекомендации для них. У нас есть диплом. Мы можем выдать, например, диплом профессиональной подготовки, подостроение, повышение квалификации. Мы можем взяться коммерческие предложения для вашего работодателя, чтобы вы могли там обучаться за счет компании и так далее. У нас по направлениям разные грейды. То есть мы можем от начинающих специалистов, можем доходить до ведущих специалистов. Есть какие-то даже у нас курсы по директорским позициям. То есть технический директор, например, есть такой у нас курс. Или архитектор. Там по программированию, инфраструктуре. У нас есть еще по каким-то таким... По менеджерским позициям, то есть управлению. Есть даже геймдев. Там какой-нибудь геймдизайнер. У нас есть такой курс. И информационная безопасность. Итак, к теме вебинара. Что такое DevOps? Давайте сначала приземлиться даже так с целями. Мы хотим, прежде всего, наверное, различать из админатов и DevOps. Может быть, даже понимать какие-то еще продвинутые роли или должности. То есть, кто такие вот, например, SRE или платформ-инженеры. И, в принципе, понять, какой у нас тренд DevOps существует в мире. Как я и обещал, давайте пойдем от обратного. Чем все-таки DevOps не является? Если мы вот откроем какой-нибудь вот просто вот список вакансий NetHeadHunter какого-нибудь, то мы увидим, что, ну, DevOps — это вроде как по описанию каких-то требований такой вот очень у нас особенный админ. Что-то там есть про докер, про кубернетис в требованиях. Надо еще знать Jenkins или GitLab CI. Там, ну, вроде, ну, поскольку это админ, то он нужен еще, знаете, Linux. Что-то там еще про блока написано. В некоторых вакансиях на сеньоры или медла написано даже 300 тысяч там за зарплату в месяц. И еще какие-нибудь плюшки в виде демосы премий. Человек должен разбираться во всем и вообще во всем хай-теке. Ну вот, если так вот почитать. На самом деле это скорее такой вот, ну, антипаттерн DevOps. Ну, давайте разберем по порядку. Во-первых, такой особый Linux админ. Это правда, что отчасти, отчасти это правда. Потому что работа DevOps, она, ну, так уж не получилось, что она, естественно, связана с работой с Linux, виртуальными машинами, там, какими-то сетевыми моментами или так, или чем-то еще. Там, туннелирование трафика, связанность, кластеризацией. Но в то же время наши вот DevOps-методологии современные требуют избегать такой вот, простите за создание к возне, через различные практики и методологии. То есть там автоматизация, там, я не знаю, какие-то автоматизации описания инфраструктуры через код. Вот такие подходы. Infrastructure as code есть такой момент в DevOps. Админство, в свою очередь, подразумевает работу с железом. А DevOps работает с железом по минимуму. Даже я вот сейчас вот работаю у нас в GF9, стриминговой платформе, ну, платформе для стриминговых игр, и где, казалось бы, там много серверов с видеокартами для игр и так далее. Но я с ними, к примеру, не работаю. Я работаю только, там, с какими-то такими высокими материями, в общем. Так вот, поговорим, кстати, про материи высокие. Что там про Docker и Kubernetes? DevOps, опять же, он не связан сам по себе с контейнерами. Просто так вот получилось, что Docker — это такой очень хороший инструмент, система для создания талонного окружения для запуска сервиса. То есть файловые системы, там, список файлов, установленные, там, утилиты или программы. Это у Docker проектов. Ну, это удобный просто инструмент. Но вместо Docker, там, в компании может быть какой-нибудь системы для создания образов не приложений, а для виртуальных машин целых, или даже для серверов, там, для загрузки по IPMI. В Kubernetes, в свою очередь, это тоже просто лишь какая-то такая форма автоматизации, которой может и не быть у вас. Ну, в компании, если вы пойдете в общем, это совершенно опциональная штука. Потому что, если, допустим, вы работаете в какой-нибудь компании, которая производит программы для авиапромышленности, там, для самолетов, например, вам вряд ли понадобится какая-то кластеризация, динамическое масштабирование, какой-то там отказоустойчивость, балансировки в какой-нибудь там прошивке для самолета, в том компьютере, то есть в вендоре, который производит продукт, который должен, ну, компания-вендор, это обычно имеется в виду компания, которая производит не сайт какой-то, а делает продукт, который устанавливается на системах пользователей. То есть там в тех же самолетах может устанавливаться на какое-то приложение или игра там на вашем компьютере, ну, понимаете пример. Ну, да, они занимаются какими-то пайплайнами эти девопсы. И это правда. Но, опять же, пайплайны, это вот как и кубернетис, просто лишь только в частном случае прозрачной автоматизации. Вот прозрачную я имею в виду, что когда вот спускают с каким-нибудь GitLab CI, допустим, то просто каждый из разработчиков, у кого там есть соответствующий доступ, он может зайти в GitLab и посмотреть тоже вот, как вот собирается приложение. То есть он может посмотреть даже чуть ли не код, которым собирается это приложение. Это вообще уникальная штука, вот вы видите, GitLab'овский пайплайн. Ну, вообще, CI-CD – это замечательный пример того, как можно сделать открытые процессы внутри компании. В облаках витает наш DevOps. Это так уж получилось, что, да, облачная инфраструктура не сильно связана с... Ну, что бывает, что, да, надо работать с облаками, там, с янзик с облаком, с selectel, там, AWS. Да, то есть инфраструктура тоже не сильно связана с практиками. Просто облака, они упрощают... Это, опять же, абстракции. Они упрощают жизнь в плане описания инфраструктуры как кода с помощью терраформа. Потому что вот на моем облаке я хочу запустить виртуалку. Мне будет там сложно писать это в виде кода терраформы, например. Полнень-нибудь, допустим. Если кому-то я говорю какими-то совсем сложными терминами, прошу прощения, просто сегодня месить в полтора часа наши. Но если у вас есть вопросы, то пишите обязательно в чат, я прервусь и объясню. Пока не вижу вопросов. Хорошо. Бывает так, что, конечно же, двор сможет уйти в какие-то метафизические облака. Ну, в приносном смысле облака уже. Не в облачные сервера, а просто какие-то свои размышления. Там уходит уже от разработчиков и так далее. Это уже называют суверинжиниринг или просто какой-нибудь такой ментальной особенностью уже. Или ментальное расстройство называйте, как хотите. Когда человек просто уже начинает думать далеки от реальности. Далеки от своих должностных обязанностей. А должностные обязанности инженера – это помогать людям, наверное. Я бы так сказал. Мы об этом еще поговорим. Там про синьоры, помидоры, 300к в наносекунду. Такой вот есть мем. Во-первых, оклад, он, если говорить абстрактно, он должен, соответственно, с требованием. А требований к девопсу-специалистам их много. И, кроме того, вот есть такой момент, что не все знают суть, так сказать, девопса, о которой мы вот сейчас будем разговаривать еще. Будем ее искать, мы уже сейчас ее ищем. Так вот, не все ее знают, поэтому в вакансиях там какие-нибудь рекрутеры или руководители они просто понапихают кучу технологий и минимум идей. А я сейчас вот говорю, как вы заметили, не о технологиях, я там их упоминаю вскользь. О семьях технологиях конкретно мы разговариваем уже на курсах, если что, если вам интересно. И в то же время, конечно же, да, от инженера на работе требуется большой скиллсет, но ему нужно еще понимать, там, как эти инструменты взаимодействуют, как эти, там, знания пополнять, ему надо постоянно. Там, изучать что-то новое, проводить, R&D, то есть исследования и разработку. Надо бывает даже писать код, то есть на, ну, как я хотел сказать, да, вовсе должен иметь очень многое, если не все. Это вот реально такой вот разноработчик. Я вот, что не разноработчик, а разноработчик. А это, соответственно, не зарплата какого разноработчика. В общем, я хотел сказать, что все, что вы знаете про дворс-инженеров, это ложь и антипаттерны. То есть там зарплата окей, может быть, реально, но она, это просто такой стереотип. Но те же там облака, докеры, кубернетики, с этим дворс вообще, ну, очень посредственно связаны. Это только то, что там вот какой-нибудь программист видит это извне, так сказать. Доворс – это, скорее, не про технологии, про связанные с ними практики. Вот как я вот уже начал говорить с вами. И давайте перейдем к вопросам. Подождите, чем происходить к другой теме, давайте посмотрю, начать с вас с вопросами. Есть ли они? Лапасов нет, нет лапасов. И тогда дальше. Что же тогда является дворсом? Лезем в лес. Есть такой момент. Бармичев А.В. пишет, хочу презентацию. Хорошо. Владимир спрашивает, какие основные практики. Вот давайте как раз, вот об этом сейчас мы будем говорить, да. Хорошо, что вы спросили. Сайт Relability Engineer, к примеру, есть такая вот должность. Потому что дворс – это вот, если посмотрите какой-нибудь вот запрос, вы видите в YouTube сайт Relability Engineer, то вы увидите, что там предлагается видео от Google. Собственно, Google – это и есть основатель такой вот должности. Сайт Relability Engineer. То есть инженер по доступности площадки, платформы. Сайт Relability Engineer, так вот, это в разрезе DevOps, это скорее Ops. Ну, что он меньше связан с кодом, он больше связан с инфраструктурой. То есть разработчик вот сделал его, сделал какой-то код, отправил DevOps, ну, SRE. И SRE его поставляет так, в оптимальном способе. Не просто вот так, если с админом бы поступил, типа, тяпляв в продакшен, отправляет, там, что-то установит ручками, что-то настроит ручками, что-то там подтюнит, как ему сказал разработчик. А SRE должен знать, как, ну, знать про то, что у него за приложение, что у него там за сайт, как он работает, там, у него могут быть даже навыки какой-то диагностики такого сайта. То есть там как запустить какие-то дополнительные логи в PHP, в PM, ну, в PHP-сайте. Знает что-то про то, как могут, может, тупить сжавод во время сборки мусора, там. То есть он может знать какие-то особенности работы сайта. К примеру. Данил пишет. Складывается, что DevOps сделает все понемногу. Но откуда тогда опыт серьезный, если понемногу все? Данил, вот как, сейчас вот я хочу сформулировать. DevOps действительно делает все понемногу. Но ему мало того, что надо знать, делать это все понемногу. Где-то надо все-таки фокусироваться на чем-то. То есть сам DevOps – это большая площадка для практик, из практик различных методик. Как правило, вам по работе надо работать в какой-то команде, и вам нужно решать все или иные задачи, но в каком-то фокусе. То есть вы берете весь свой опыт, выбираете из него какую-то часть и делаете в основном ее. Например, GitLab CI или CI-CD. Остальные ваши коллеги делают, например, кубернетисы, продакшн и так далее. Это один случай. Другой случай – это как мой случай. Когда работаете в стартапе, когда не хватает рук. Когда вы единственный DevOps-инженер на всю команду. В таком случае все эти знания, они должны быть не понемногу, а помногу. Или как минимум вы должны развиваться во всех направлениях. Там даже в чем-то с админском. Типа вот настроить резервное копирование, там мониторинг, еще что-то. Там настроить автосборку, автодеплой и так далее. Так вот, сайт Relayability Engineer. Он должен, в отличие от админа, понимать какую-то работу сервиса. Сайт, который он обеспечивает, работал. Как к нему подходить со стороны базы данных. Как он общается с базой данных. Какие там системы мониторинга он может быть синтегрирован. И так далее. Например, вот, ну, я мог бы быть с СРИ, к примеру. Если бы у нас была такая должность в компании, я был бы скорее с СРИ. Потому что, ну, по факту. Потому что я не просто вот как-то вот, как DevOps-инженер абстрактный. Я знаю, как собирается Java-приложение. Я знаю, как работает Spring. Потому что у меня когда-то там работал в проекте со Spring. Там по Питону. Я там писал разные скрипты. Поэтому я знаю язык разработчиков. И, зная этот язык, я могу разговаривать и с их приложением в продакшене. Вот. Что такое сайт Relayability Engineer. Что получается? DevOps-это паркует такую вот специализацию открытости. Это мой такой вопрос открытый на данный момент. Есть такое, что как по сморту. По смертным искрытиям. Это отчет о произошедшей аварии или инциденте в инфраструктуре. То есть он, к примеру, там подробно рассказывает, что произошло, как там специалисты реагировали, как команда там это решала проблему. Как это можно было предотвратить. Отчет при этом, как я уже говорил про открытость. Он должен быть открыт для всей компании или даже для всего мира. Должна быть сказать, культура, то есть, да, вопс, такие вот практики, на самом деле, они получаются, они про дележку знаниями. Когда, ну, дележку, а шеринг. То есть про открытость этих знаний и опыта. Я даже не знаю, как еще описать. Просто вот пример, что вот у нас там в GitLab была авария, когда случайно их админ убила часть базы данных продакшена. И когда они это восстанавливали, когда они изучали свои бэкапы, там, восстанавливали все из старых резервных копий, они тогда держали Twitch, где у них висела, то есть не Twitch, а YouTube, как же, трансляцию, где просто вот была их открытая зом-трансляция. Зом-звонок. Или вот здесь можно почитать, как выглядит постмортом на Reddit. Если что, Бармачев, господин, презентация будет. Не переживайте, и вам ее отправят. Вот, вот здесь есть, например, на Reddit было, было так называемое PyDay, где рассказывается о том, как они разбирались с своей, там, аварией, если в, там, TLDR, то есть что в КАЦП, за что. Что они, вот, не смогли найти, там, какую-то причину, пока они не восстановились из бэкапа. Если там у них не все отвалилось, там какие-то современные API-шки оставались работать и так далее. Но Legacy, это Legacy Code у них повредил, там, какие-то зависимые системы. Вот, к примеру. То есть, HitBegin, там графики прикладывают. Я сам имел опыт, там, писать постмортом внутренне для BigTech-компании, когда работал на аутсорсе. И это прям большое такое вот... Это, короче, даже не сочинение школьное на экзамене. Это прямо целое эссе должно быть. Как вы видите, вот, то есть есть такой даже сайт. Я его еще потом сейчас отправлю в чат. Я просто не помню, включал ли я его. Вот, я отправил ссылку в чат. Вот, потом можете почитать. Это как сборник различных постмортомов. Того, как происходят аварии, как они чинятся. Так вот, едем дальше. Продакшн инженер. Это такой подтип, можно сказать, SRE, или вообще подтип дропса, в, скажем, обтекаемой американской синей соцсети. Этот продакшн инженер пишет много кода, причем не на башу. Он может писать на питоне, он может писать его на перле, даже на C-шарпе на самом деле. То есть это специалист, который еще пишет код. Он знает язык линукса и компьютерных сетей. Он может там спроектировать дизайн и поддерживать при этом какую-то распределенную систему типа того же кластера Кубернетиса. Там, в плане инфраструктуры. То есть поддерживаешься, а не кода. И он еще готов к он-кол дежурствам. То есть, ну, он-кол, то есть быть на связи. У меня самого есть опыт работы в он-кол. Это такая, ну, грубо говоря, вот когда бывает такое позвонение к тебе там с поддержкой в два ночи. Короче, как работает техподдержка 24 там на, ну, не на 7, там 24 часа, там, один раз в две недели, допустим. Вот. Или там, да, или наоборот там неделю через три. Бывают разные графики. Мне кажется, я на одном из вебинаров рассказывал, как раз на открытом уроке. Я рассказывал, как вы, в том числе, как выглядит дежурство. Александр пишет, похоже на архитектор на минималках. Пожалуй, да, но это архитектор, который не боится вот так вот, сказать, замарать руки. То есть, погрузиться в код. Потому что архитектор, мне кажется, мыслит со всеми высокими материями. То есть, мне так кажется, мое восприятие такое. Я сам мало чего знаю про архитекторов. Я бы хотел когда-нибудь стать архитектором или пойти во что-то такое метафизическое. Но пока самому опыт не позволяет. И возраст. Так вот, получается, архитепичный такой вот портрет ДОПСа, это, как мое мнение лично, это часть команды разработки ПО. То есть, по моему опыту, я должен, ну, я как ДОПС-инженер, я должен присутствовать здесь на Дейле. Надо работать на общей доске в джире, там, или в другом канбан-проекте. Дружить с разработчиком, как с хорошим соседом, то есть, которого можно спуститься там на этаж вниз и спросить, что там, как дела, тебе не нужно помочь, там, с кем-нибудь логами или с чем-то еще. У тебя только, я вижу, пайплайн сломался. Хочешь, помогу разобраться, почему там пошло не так. О, там слышал, какой-то новый продукт вышел, там, новая версия, там, какой-нибудь реактор. То есть, в таком формате. Это такой прикольный бадди. В одном случае. При этом, это вовсе он, по идее, как любит и лелеет Linux, его экосистему. Может, даже этот человек жил с дистрибутивом Linux, как родной операционкой на ноутбуке. Я смотрю на себя. Мне очень нравится Linux, надо сказать, но, вот, хотя и использовать его как персону, я уже больше не могу, намучился. Если я интересен, могу даже рассказать потом о своем опыте работы с Linux, просто потом напишите в чат, пожалуйста. Если кому-то интересно. Это Delops. Delops стремится к автоматизации рутинных процессов. И интересуется, вот, как я сейчас упомянул, техническими болями команды и проекта. То есть, как вот на этих диле он слышит, что вот у человека там долго происходит какая-то интеграция его продукта с кубернетисом. И Delops, по идее, как должен подойти к нему, ну, образно говоря, созвониться с ним и узнать, то есть, что не так, как ему... То есть, и видеть не просто вот решить дальше проблему на месте, а мыслить стратегически. То есть, как сделать так, чтобы, например, у разработчика не валился проект во время сборки. А если бы он валился, то разработчик бы сам понимал, причем там идет не так. Вот вам такой пример. То есть, даже могу сообразить. Вот есть какой-то там сайт. При сборке, там, в GitLab, в автосборке, он падает с какой-то там ошибкой. И разработчик приходит, сразу пишет Delops, слушай, мне там проект не собирается. Можешь, пожалуйста, посмотреть? Delops приходит, смотрит. Ну, это, похоже, какая-то просто ошибка. Там, в его время его сборки, что-то там с сайтом именно не так, а не с Delops-платформой. То есть, приходится какую-то такую личную коммуникацию делать. А в идеальном мире Delops специалист, ну, инженеры так настраивают пайплайны и объясняют, главное, разработчику, что, слушай, вот здесь можно посмотреть логику, как ты видишь. Здесь даже подсвечивается какая-то ошибка, которая, судя по стектрейсу, связана с твоим сайтом, который ты написал. Да вот тебе такая вот подсказка, что, возможно, делаем на твоей стороне. Если там дел нет на твоей стороне, напиши, пожалуйста, мне еще раз. Будем разбираться. Александр спрашивает, есть кто начинался в Delops 5, CentOS 5? Я, кстати, помню, блин, у меня не было, я работал с CentOS 6, недолго, пока не вышла седьмая. Там уже мой первый год работал с админом, там уже вышла седьмая CentOS. Да, седьмая CentOS. Я работал вот немного на шестой, и однажды у меня было собеседование, там, в какую-то крупную часть банка, такую вот международную какую-то даже, где, там, на собеседовании, мне дали тестовое задание, нам было написать Ansible Playbook для пятой CentOS как раз. То есть я вот уже, понимаете, там, какой вот, я уже догадался тогда, с кем Legacy мне придется сталкиваться, но я попытался это решить задачу, у меня не получилось. Причем. С моим современным стэком. То есть, вероятно, им нужен был такой вот матерый админ, который, скорее, умеет работать с каким-то Legacy-системами, типа Windows 3.11. А я не с таких, увы. Я работал максимум, то есть, как пользователи, то с Windows 98, когда был маленьким ребенком. Ладно, едем дальше. То есть, DevOps, он участвует в так называемой диджитал-трансформации компании. То есть он внедряет новые технологии, он с помощью этих технологий налаживает процессы коммуникации внутри компании. То есть там можно обновить какую-то систему, добавить какой-то общий чат для, ну, систему для общего чата, для общей коммуникации. Там вместе с техническим директором наладить систему звонков, например, ну, внутри компании. Что там установить какой-нибудь, это Google аккаунт для всех, ну, Google Workspace. Или что-то еще такое. Те же Zoom, это созвоны, там, устроить какие-то практики. И этот DevOps, он такой портрет. И этот портрет человека, который выращивает культуру разработки и культуру технологий. То есть того, как это, разработки программы. И даже, может быть, еще есть такая же, как BizOps, то есть Business Operations. Это еще, может быть, специалист, который налаживает бизнес, ну, то есть, который налаживает бизнес-процессы с помощью технологий. Там, какую-то аналитику помогает настраивать или еще что-то. Это прям вообще супер-супер. И, получается, мы вот сейчас с вами нашли DevOps все-таки. Это такой, позвольте выразиться, если говорить о метафорами вообще. Вот здесь список метафор. То есть это Master Dungeons & Dragons по работе разработки. По работе разработчиков. Там кто-то, кто с ними общается, там проводит с ними какие-то сессии игровые. Там какие-то семинары. И разъясняет то, как работает мониторинг у нас. Там, то есть, не просто вот DevOps поставит систему мониторинга, а проведет какой-то даже квест, связанный с ней. Типа, смотрите, я там оставил логик где-то, давайте вместе их найдем. Вот. А мы на этом примере можно показывать, как работает там та или иная система логирования или мониторинга, типа Elasticsearch. Типа, давайте напишем запрос. Таким образом, разработчики лучше понимают то, чем занимается вообще этот обстактный какой-то DevOps. Больше, лучше понимают, чем он занимается, чем он работает. Александр пишет. Тераформ, ELK, Grafana, GetLab, Jenkins, Kafka, Divizium, ой боже, Divizium, PostgreSQL, EDC, это DevOps. Ну, если говорить хардскилами, то да, это Ansible, Тераформ, там, кайверницы мониторинг типа Grafana, GitLab, DCI, и базы данных, и еще Linux, и еще Nginx, и еще Docker, и еще Kubernetes. Ну, вы понимаете, то есть, но технический стэк, короче, можно как-нибудь разобрать, если, ну, у нас сейчас будет, как раз, достаточно времени, я думаю, на это еще 20 минут вполне хватит. А, вот, так вот, DevOps, это тот, кто делает деплой безболезненными. Как я уже вам сейчас описывал пример, это, то есть, вот, если что-то идет не так, то DevOps не просто магически прибегает и чинит, а то он делает так, чтобы сами разработчики понимали, что вот почему это пошло не так, и там, может быть, даже не понадобится работа самого DevOps. Потому что задача-то, вовсе, не просто тушить пожары, а делать так, чтобы пожары не возникали. Вот, это очень важный момент. Это идеальный мир. Конечно же, пожаров полностью не избавиться, но их можно количество свести к минимуму, вы понимаете, техниками безопасности. Можно сказать, что это DevOps, это лингвист и переводчик. Я вот часто люблю говорить, что DevOps, это такой переводчик с мира разработки и мира администрирования. То есть, он знает язык этих двух миров и может налаживать мосты между этими двумя мирами. Благодаря тому, что он знает и как писать код, и как администрировать Linux. Он может замещать это и его извлекать из этого, ну, такую вот пользу, в том числе финансовую. Это волшебник из Канзаса. Ну, во-первых, волшебник, во-вторых, это тот самый, который стоит между двумя мирами, как я сказал. Терапевт трансформации, то есть, самый цифровой трансформации, то есть, тот, кто ее как-то вот сопровождает, изучает, помогает справиться с какими-то болями и курирует все эти перемены в цифровой, ну, компанией на пути к какой-то такой вот цифровизации процессов. Так вот, я хотел сказать, что главное, что DevOps бывает очень разный. Это не просто один единственный DevOps-инженер. Это может быть DevOps-команда, каждый из которых, в которой есть люди, каждый из которых умеет отдельные вещи в DevOps. То есть, DevOps, это, скорее, даже просто направление целое. Вот. При этом, тот или иной DevOps-инженер должен всегда дружить с командой, в которой он находится. Это не просто человек, который работает в стол. DevOps-это про открытость. Не устану это повторять. Есть ли у вас вопросы? По поводу идеального DevOps-а. Пока я вижу минусы. Может, что-то сейчас набирает текст. Я вот сейчас чуть подожду и пойдем, потом пойдем дальше. Раз, два, три, четыре. Пять. Хорошо. Едем дальше. Я хочу поделиться еще личной историей, как я обещал. Я вообще еще со школьной парты хотел стать и с админом, если честно. Я думал, читал тогда еще, помнится, учебник по питону. А. Александр спрашивает, какими инструментами пользуешься на текущей работе. Я в конце слайда тогда этого отвечу. То есть, я со школьной парты хотел стать и с администратором. Я готовился, изучал, как работает сертификат с этой или иной у компаний. Ну, то есть, я был думал, вот, устроиться в компанию, какую-нибудь небольшую подрабатывать, и потом получить уже профессиональный сертификат. Тогда еще не была распространена платформа типа отусы нашего же или там других онлайн-школ. Вообще, онлайн-образование было мало-популярно. Это сейчас уже история другая. А я тогда просто занимался самообразованием. Я не смог попасть после школы, хотя, казалось бы, очень хорошо сдал там информатику. Все части сцены программирования я написал на питоне, там не получил, все везде зачитано, не было. Но при этом я не смог все равно там из-за других экзаменов двух по английскому и по русскому и математике. У меня там было недостаточно баллов уже, чтобы попасть даже в московский МИРЭА, который сейчас просто МТУ, кажется. А у него тогда были не слишком большие такие проходные баллы. Вот, в общем, я тогда не прошел. Я пошел просто работать в ближайшее, ну, в любимое антикафе ближайшее. Потом уже как-то пробился в сесс-админы все-таки. У нас там был один посетитель в антикафе, который знал... Человек, который уже сам работал сесс-админом в одной компании. Им нужен был какой-нибудь такой вот студент, недостудент, у которого достаточно свободного времени. Вот так вот я попал в сесс-админы, работал, работал. На второй работе, а когда я работал админом в GitLab, попал в мое колено, так сказать, как в Skyrim. И я перестал быть админом, я стал девопсом. Меня заразили. Потом уже там, фэст-форвард, да, то есть я работал девопсом, менял компании постоянно, впитывал каждое из них знания, читал книги типа Тененбаума, Олифер и так далее. То есть я даже до сих пор продолжаю что-то читать. Я очень много читаю различных блогов уже. Я не читаю компьютерную литературу, так сказать, там, классическую. Потому что я уже начитал свою раньше, несколько лет назад. Я сейчас читаю блоги, доклады смотрю на YouTube и слушаю подкасты. Кстати говоря, это, если вам интересно, я все эти ссылки на то, что я слушаю, что я смотрю на YouTube и так далее, я поделюсь в конце. Это вообще, я больше нигде, кажется, не делился таким большим списком литературы, как сейчас буду. А, да. Какими инструментами пользуются на текущей работе? Давайте вспомним. Сегодня, к примеру, я пользовался графаной, кликхаусом, гитлабом, его CICD именно системой, линуксом, собственно, гугл клаудом, яндекс клаудом немножечко. Там приходилось, там, у нас часть ресурсов яндекс клауде, надо было с него съездить, съезжать полностью и так далее. Или, что еще там, ну, гит обычный, там, terraform, mansible, mansible, locking, кстати, я вообще очень люблю мониторинг, поэтому у нас очень много вот всяких вебсеров в билете стекла, то есть, open telemetry, может быть, знаете такую же тему, или не знаете, скорее всего, не знаете, потому что они даже дворцы, мало кто знает, про open telemetry. Вот, и я там это вот, нас постепенно внедряю и так далее. Вот, я ответил на ваш вопрос, Александр. Клейхаус BD обычно очень большие по объему, да на самом деле нет. Вот, если включать, если включать, если включать, если включать, если включать, включать сжатие ZSTD, такой алгоритм, от той же синей соцсети, сделанной инженерами синей соцсети, американской. Они сделали, их инженеры сделали кодекс сжатия ZSTD, очень классный, у них там классные параметры под сжатию. FluentBit, аналог локи, не совсем, нет вектор, это аналог FluentBit. Ну, ладно, это уже, мы уходим в авто, простите, пожалуйста. Так, да, давайте я вас познакомлю с программой курса и командой. У нас обучение происходит в целом в отусе онлайн, по вечерам или в выходные дни. В кончатке, конкретно в нашем курсе специализации DevOps, обучение происходит, кажется, по вторникам и четвергам, ну, в общем, по будним дням, по вечерам. 20 часов, как вот этот сейчас с вами вебинар проходит. Можно задавать в процессе, то есть каждое занятие одно живое, то есть можно задавать вопросы по материалам, вебинары, там, уточнять какие-то моменты, которые были непонятны. В том числе и после урока, потому что у нас есть чата в Телеграме. Все записи занятий сохраняются в личном кабинете, их можно дальше смотреть после окончания обучения, если вы хотите что-то повторить. Какие-то знания освежить. А домашние задания позволяют это попрактиковаться что-то, и причем, если вы делаете все домашние задания, там, проект на работу и все такое, а не просто отсматриваете это вебинары, то у вас получается, у вас как раз есть возможность получить удостоверение повышения квалификации. Это вот диплом, такой дипломчик. Приятненький бонус. Время, в принципе, у нас от 4 академических часов на занятия, то есть это 3 часа обычных и 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. В целом у нас так. И программа обновляется в каждые запуски, то есть там каждые несколько месяцев, в зависимости от запроса в сфере IT-технологий. Давайте познакомимся с курсом. Так, сейчас я вам открою все. Мне тут прогрузится. Вот она. Прямо открываю сам лендинг наш. Да, вот написано, вторник, четверг, 20.00, как раз. За обучение 12 месяцев длится. Старт 25 апреля. Сам Саша спрашивает, в этом году что будет нового? Вас по какой сфере интересует мониторинг или по чему-то еще? Я могу вам сейчас просто показать просто программу, потому что у нас, я вообще очень люблю же хай-тек, я сам узнавал этот курс, поэтому в этом курсе очень много всяких таких крутых технологий ближе к концу появляется. Например, из безопасности. Там, вы, например, может быть, знаете или не знаете про инструмент SOPS, там, для работы с, для шифрования файлов. Он очень классный. Так, 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 у нас, да, там у нас небольшая загрузка с одной стороны, с другой стороны вы можете очень легко влиться в наше обучение. То есть, у нас два раза в неделю по полтора часа обычных сохраняются записи. То есть, у нас самая оптимальная загрузка, я считаю, как раз. Домашние задания будут адекватными, не слишком сложными, не слишком легкими, ну, такими достаточными, чтобы вы могли укреплять свои знания. Это можно совмещать с работой, как вот я сейчас работаю на основной работе, работаю работу. Ну, также нахожу время на отрус. У нас в конце будет итоговая проектная работа, она будет достаточно творческой. Я уверен, если вы, ну, если вы запишетесь на ваш какой-то курс, то она будет не просто такой вот, типа, ну, как для галочки, опять же. Вы сможете реально хвастаться на собеседовании, что вот я сделал вот такой-то проект по интеграции такого-то приложения или кода в такую-то систему. Допустим. По трудоустройству я чуть позже расскажу. У нас, да, чат в Телеграме, как я говорил. У нас там менторы-препродаватели сидят в чатах этих, где могут также дать какую-то обратную связь и общаться по поводу домашних заданий. Вот на программа у нас сначала просто общаемся по поводу девопса. Поговорим про Linux. В каждом, кстати, модуле у нас есть лабораторная работа, так называемая, где делаем какое-то такое вместе задание. И отвечаете, я или другой преподаватель будем отвечать на ваши вопросы какие-то, которые возникают по профессии в целом. Как я сейчас вам отвечаю что-то в чате, так там будет вот целая такая лабораторная работа большая. Так вот, знаете, как в школьных уроках по физике, когда вы там сами проводите вычисления какие-то, там вот что-то подсчитываете и так далее. В общем, интересно, там работаете в парах и так далее. Классная штука была в школе, по-дамому взгляд. Вот, там про Fairfall поговорим, кстати, вот есть же сейчас вот. И что из норм в этом году? Будет, пожалуй, то, что будет упомянуть, например, NF-Tables. Вот, то есть, синтезис его правил, а не просто вот IP-Tables. IP-Tables многие, ну, кто знает, а про NF-Tables. С ним не все работали, хотя он более производительный и декларативный. Поговорим про разные, там, системы в Linux, то есть, ну, про система над Linux, его экосистемой. То есть, HTTP, там какие-то сертификаты есть, SSL, там, как с ними работать. Например, NF-Tables Linux. Да, я понимаю, именно вот об этом, как раз, NF-Tables. Контейнеры, там, кубернетис, CICD, мониторинг. Мониторинг я очень люблю вообще проводить. Видите, сколько тут занятий, 11 занятий. Я обожаю мониторинг, поэтому его включил очень много. Даже есть, как раз, распределенную трассировку и OpenTelemetry. Безопасность инфраструктуры по каждой вот из тем, то есть, там, как, вот, разбирать инциденты безопасности и как. Потому что есть еще такая тема же, как CICOPs. CICOPs это серьезная тема. То есть, когда вам нужно заниматься какой-то безопасностью, типа, устанавливать в World, там, хранить сертификаты, это очень, ну, там, как них не хранить в ГИТСЕ и так далее. Ну, еще у нас есть там проектная работа, собственно, когда там, то есть, как сказать, ну, я уже описывал в этот проектную работу, собственно, как она будет выглядеть, что там будут какие-то, один из детских вариантов для проектной работы. Вы выбираете и, там, пишите какой-нибудь pipeline, например, с нуля, какой-нибудь там с наследованием, или хеймчарт, со шаблонами и так далее. Ну, допустим. Это я вас сейчас из пальца высосал. Так, вот здесь преподаватели, то есть я, собственно, Игорь Овсенников, Рустим Галиев, мой хороший коллега, который тоже дворс-инженер Алексей. Игорь Елогин, Тимур, Денис Федоров, он у нас еще преподает на практике инструментов, Дмитрий Золотов и Станиславщиков, он занимается, он очень руководитель другого курса, как раз, практики инструментов, и также Денис Лавров. Вот так. Карьерная информация. Как я вот сегодня утром гуглил, у нас там сейчас, ну, не у нас, а на Кэтхантере сейчас 1897 вакансий и дворс-инженера для соискателей по всей России. Да, если указывается, там, один или три года опыта. Если, конечно, указывается без опыта параметр, всего лишь 170. Они есть, но все же. То есть, но. А 1897 это указывает один или три года опыта, не обязательно коммерческого. Это может быть опыт, просто опыт работы с той или иной программой. Если, вот, я смог попасть вот на свое время на собеседование и пройти его, имея только один месяц коммерческого опыта работы с админом. Почему? Потому что я просто очень много всего отчитал, изучался, занимался самообразованием. Мы это вам поделимся нашими знаниями, своими опытами различной работы. И, соответственно, вы сможете пробиться в эти, в одну из этих 1897 вакансий точно. А то и даже, я думаю, даже не одно, есть там, в зависимости от вашей нагрузки. Если вы захотите, можете там 50, например, пойти в собеседование, смотрите сами. Главное, что мы дадим вам эту возможность. Может быть, даже там, мы с самими преподавателями, у нас там будет, например, вакантное место по девопсам. Потому что хорошие девопсы, они вес золота. Если мы будем видеть, что вы талантливый человек, что вы там показываете какие-то свои амбиции, что вы реально хорошо делаете домашки, творчески подходите к задачам. Но, может быть, даже, там, ну, при условии, там, что у нас есть какие-то такие вакантные места, мы возьмем вас к себе, допустим. Или порекомендуем какому-нибудь из партнеров в Отусе. Или еще что-то. В общем, мы только за то, чтобы вы развивались. По зарплатным предложениям. Средний уровень, если говорить про Москву, джуны получают там 80-100 тысяч рублей. Мидл плюс за ним получают уже, там, в два с лишним раза больше. Сеньор получают даже, там, под 400 тысяч уже. Примерно так. Вот, например, как выглядит вакансия под джуна или медла. То есть, там требуют знания уже какого-то кубернетиса небольшого. То есть, даже никак. Говорят про используемые технологии. То есть, вот, мы используем кубернетис, nginx, vault, helm, там, Jenkins, Kibana, Grafana. И рассказывают про то, какие вот основные задачи. И что ожидают от вас. То есть, тут даже непречисленные, почти непречисленные конкретные технологии, если посмотреться. Здесь требуется, ну, что мы ожидаем от вас. Требуется только практика администрирования кубернетиса. Понимание архитектуры. Там, практика развертывания приложения в нем. Тонкий тюнинг, практика программирования, знания линукса. То есть, вот эти буллин-поинты, которые, там, знаете, говорят, helm, kitlab, Jenkins, nginx, postgres, clickhouse, еще что, что там еще, elastic, python, jenkins, php, java. Ну, вы понимаете. То есть, такой буллин-поинт, это обычный антипаттер. Вот здесь это хорошая вакансия такая, где описывается, действительно, чем не то, что вы должны знать все. А то, что вы будете заниматься только частью из того, что, ну, что от вас ожидают только части знаний. Это адекватная вакансия. Вот еще другая адекватная вакансия уже для сеньоров, где надо заниматься проектированием какой-то архитектуры для Cloud Native системы. Cloud Native подразумевает, что у вас система изначально уже заточена под работу с кубернетисом, к примеру, а не какой-то legacy. То есть, Cloud Native – это противоположность legacy, можно сказать так. Нужно поднимать там вот работу по модели RFC, то есть, сделать сначала документацию, а потом еще код. То есть, documentation-driven development, можно сказать. И так далее. Сам Саша спрашивает, кстати говоря, в чем отличие практики инструментов от специализации. Как я говорил, девопс практики инструментов, наш курс, он подразумевает, что вы уже девопс, вы уже что-то знаете, у вас там опыт, например, один или два года. У нас там есть вступительное тестирование к нему, то есть, мы проверяем ваше знание, прежде чем это взять в курс. У нас там, в принципе, ребята толковые уже сидят, среди студентов. А в то же время вот девопс специализация, она у нас, во-первых, новый курс, тут свежая программа. Во-вторых, она подходит для людей без опыта, то есть, для тех, кто даже не девопс. Мы, если честно, молчим. Там есть какие-то минимальные требования, конечно же, иметь компьютер, связь с интернетом и так далее, но... И какое-то знание компьютерной технологии небольшое. Всего особенно молчим. Но в целом различие такое. То есть, партики и инструменты, у них больше прохода, и они браболи, там, какие-то крутые инструменты. А девопс специализация, ну, и они там делятся месяц 3 курса, 3-4, кажется, месяца. А девопс специализация, это более масштабный курс, он начинается с нуля, мы учим, и длится около года, 12 месяцев. Вот. Вот такой к вам ответ. Итак, мы, наконец-то, можем теперь различаться из админов и девопсов, как минимум. Также знаем про SRE и платформы инженеров, и мы почти уже в тренде. Это что я хочу вам сейчас поделиться. Поделюсь как раз ссылками. Но сначала, да, по курсу. У нас старт облачения 25 апреля. Следующий открытый урок будет посвящен одной из платформ для разработки сервера ILS-приложений, Knative называется. Он будет 23 апреля, за два дня до старта курса. Я хотел бы попросить вас заполнить опрос о занятии. Он есть в начале чата, и я сейчас его еще раз перешлю, кстати говоря, ссылку на опрос. Я сейчас прерву презентацию. Сейчас, так, ковшик. Привет. Супер на опрос. Единственное, что вы должны быть уже зарегистрированы, это, ну, если вы уже, у вас есть учетка на нашей платформе Отуса, то тогда вы сможете спокойно пройти этот опрос. Да. Так, теперь, да, как я и обещал, значит. Прошу вас еще остаться. Да, я хотел показать подкасты, какие есть крутые, которые я сам слушаю. Как вот оставаться в тренде. Это подкаст один, разбор полетов. Его везет, кажется, зеленый жук или что-то такое. Голодный жук, я не помню уже. Голодный жук, кажется. Девзен, очень классный подкаст, и там даже как-то раз был гостем у них. Радио Ти, это такой подкаст, где я рассказываю в целом про технологии, ну, компьютерные технологии, конечно же, про айтишку нашу свою родную. Это «Мы обречены». Это интересное название, но они так вот лайтово рассказывают про всякие технологии и какие-то вот тоже, ну, не технологии, а про айтишку, собственно, тоже. Про программирование, про языки, про еще что-то, про админство какое-нибудь. Linux Unplugged, очень замечательный подкаст, где рассказывают про операционную систему Linux, про ее экосистему, то есть что в ней нового, какие новые инструменты появляются, там какие-то записи с докладов они обсуждают и так далее. Он, единственное, он на английском, но если вам это зайдет, то он очень классный. Также еще я могу прикинувать им «Юпитербродкастинг», это, ну, как раз это платформа, на которой выпускается Linux Unplugged, если вот кликнуть «Linux Unplugged», вот этот подкаст, и у них там вот «Юпитербродкастинг», и у них там есть, например, «Self-hosted» про то, ну, про всякие системы, там про то, как может ли виртуолог заменить домашнюю лабораторию, то есть «Home Lab». Итак, или там «Coder Radio», да, давайте перепишем все на Rusty, и еще раз перепишем, и перепишем еще раз. Все такое. Поехали на Linux, если что-нибудь переживайте, вам все ссылки потом дадут, ну, у вас будет доступно, вам скинута запись при этом, точнее, саму презентацию эту в виде PDF-ки, я думаю. И, собственно, Google SRE Podcast есть еще такой. Из плейлистов и видео – это то, что я в том числе еще сам опирался, когда делал этот вебинар. Это, во-первых, DevOps Enterprise, X5 Retail Group, Владимир Утратенко. Юрий Шабалин – это DevSecOps, Tips and Tricks. Тысяча дней DevOps в Кравом Энтерпрайзе, ну, Росбанк. В принципе, канал DevOps на YouTube, DevOps Channel. Также там есть видео, откуда берутся сбои, и четыре золотых сигнала. Четыре золотых сигнала – это подход в мониторинге, если что. Из каналов. Я сейчас храбро мало читаю. Бывает, захожу туда, но так, немножечко читаю. А что мне больше всего нравится в последнее время – это вот Hacker News. У меня аж два канала в Телеграме подписаны на нее. Также еще есть InfoMate Tech. Там есть разделы технологии. Вот я его люблю почитать. Вот, есть сейчас вот он. И там вот разные новости как раз. То есть подборка уже мониторинговых новостей, технологий на русском и английском языках. И там просто это агрегаторы RSS, грубо говоря. Про Color Magnets, про косвопрограммирование, по Assembler, MIPS и EC. Z, асинхронный Rust и так далее. Там или TechMIM. Ну, понимаете. Есть еще канал Devopsina. Это про мемы в основном. Ну, и все, в принципе, про мемы. AdWords Library – это библиотека Devops, так называемая. Там различные статьи, книжки и так далее. И еще есть AdWords Jobs вакансии. Вот я вам скидывал это, кажется, показывал там где-то до этого вот эти вакансии. Где-то еще... А, нет, я не скидывал их, значит. Ну, в общем, там очень хорошие как раз вакансии. И там, мне кажется, один или два раза как раз откликался на некоторые из них и даже как раз получал офферы. Ну, что не все вакансии, не все точно. Ну, то есть там больше выбора, чем на HeadHunter, на мой взгляд. То есть он шире. В том плане, что на HeadHunter, там ценовой порог для входа для компании. То есть там надо заплатить... Ну, то есть для работодателей... То есть мы с вами соискатели. Мы туда там ничего не платим. А работодатели должны на выкладывание, на регистрацию своего там профиля на сайте, закрытие какой-то компании, вакансии, публикации и так далее. Там нужно платить им комиссию какую-то и там какие-то деньги. Не у всех компаний есть на это средства. Поэтому бывает такое, что они, например, публикуются только в частных местах, типа вот такого канала для телеграммения DropsJobs вакансии. И там бывают такие очень аппетитные и интересные варианты. Я бы, наверное, даже сейчас пробовать показать что-нибудь. Сейчас, минутку. Вот оно. И то есть вот здесь как раз вот и есть. Типа... Пум-пум-пум-пум-пум. Вот. Двоз Мидл Фейк Групп. Мне требуется Мидл Сеньор Лид Двопс. Технологичный сток Мавин. Стек, простите, постгресс, эластик. Докер Сворм, боже упаси. Сворм Дженкинс и так далее. В общем, здесь очень интересные... Это бывают вакансии. Там зарплаты в 250-350 тысяч. Например. Системный инженер Линукс. Или вот... Блин, что бы такое сказать? Крупнейший банк в Восточной Европе. Мне неинтересно. Криптологи. Наверное, когда-нибудь опять скрипта. Не знаю. В общем... Ну, тут какие-то такие продвинутые вакансии. Но, тем не менее, бывают или начинающие? Можно там даже где-то, кажется, разместить свое резюме, кстати говоря. Вот. Это вот так к слову. Прошу прощения, мне только оттуда с обыкран. И так. И в завершение я еще должен на бета. Вы видели все эти картинки и мемы? Я их брал из двух каналов. Один канал – это Скуфята, телеграм-канал с мемами по котят. Другой телеграм-канал – это называется Психочума. Я был обязан поделиться своими источниками. На этом у меня все, пожалуй. Я перекрываю трансляцию. Вот. Есть ли у вас какие-то вопросы еще по вебинару в целом? И, напоминаю, если вы не заполнили, пожалуйста, заполните опрос. Я буду рад той обратной связи, в том числе и негативной. Она поможет мне стать лучше. Спасибо, понравилось, написал Бармичев. Спасибо вам. Если хотите, могу показать одного из моих котов, который сейчас вот не спит. Ковши, ковши, ковши. Давай, подойди, подойди. Не хочет идти. Редиска. Этот, я покажу другого кота. Вот этот. Я его зову шутку глистой. На самом деле, это глиста, это язюмка. Он у меня астматик, я его периодически лечу, когда не забываю лечить. Ну и вообще, он лапутника. Он очень тактильный и дружелюбный. Другой кот, он сейчас стесняется показываться на камеру. Он просто лежит у окна. Ладно, у меня, пожалуй, все тогда. Если у вас нет вопросов, я вижу, да, Антон написал. Спасибо, тоже понравилось. Сам Саша отправил смайлик веселый, забавящийся. На этом тогда, наверное, все. Я думаю, можно расходиться. Всем еще раз большое спасибо, что подключились. Я был очень рад поделиться своими видениями ДВОПСа и вообще какими-то идеями. Я очень надеюсь, что я смог их донести до вас понятным способом. На этом все. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok